что друзья возвращаемся прямой эфир продолжаем смотреть дальше за полуфиналом европейской квалификации на sl1 франкфурт 2016 1-0 в серии вегас квадрон очень уверенно взяли первую карту но и вторая карта точнее драфт и и сейчас на ваших экранах века радиан тайр тим спирит продолжим смотреть сразу забирают тим спирит спирита разумеется для флая как ты вообще fly в первой катки мне вообще не понравилось да все тем спирит плохо сыграли fly в том числе конкретно один момент запомнился где он конечно пошел на топ и отдался но в принципе там было кого-то отдельно оценивать сложно спрос вообще вот здесь и перебью один из ключевых моментов которые просто прям хочу подчеркнуть прошлой игре для тем спирит это фаник он целиком и полностью выиграл линию бисмастера ну в принципе что ожидалось опережал его там на целых два уровня и первым а тема опять отмечаю что взял себе аркан тапки которые на линии вообще были не нужны самое что интересное вот мы обсуждали зачем эти арканцы но окей соберутся они вместе и лишний раз там на команду он даст его свена проблемы все время с маном но команды 5 этим спирит спирит вообще не было было там буквально пару попыток но чем они заканчивались мы все прекрасно все-таки лучше бы он взял бы себе этот блинк даггер и у него блинк появился гораздо быстрее чем у нована ну типа знаешь это как говорят постфактум все мы гораздо анализировали уже увидел что получилось на тот момент понятное дело вынести себе быстро аркан тапки ты на патрайтере ты царь и король ты можешь делать все что хочешь естественно что если ты потом блинк использовал чуть позже это вылилось то что вы там проиграли возможно возможно это стало причина возможно вообще не в этом дело то есть конечно постфактум сейчас говорить проще там не было действительно первую карту про такие карты хочется сказать что давайте просто забудем и не будем они вспоминать я думаю сейчас так облака своей команде сказал это просто забудем вот не было первой карты все мы стартуем да у нас есть проигрыш в серии 10 ничего страшного где карта если выиграть матч можно перевернуть поэтому собираемся и играем единственный минус при старте этой карты очень долго заходил в игру богдан айсберг не знаю чем это было связано и в итоге из того что вы долго не было команда получила пенальти первого уровня немного не поменьше будет бонус тайма на пик но я думаю что не очень конечно страшно неприятно ну и ну керенчат раз заезжает от веге сквадрон если конечно на крючка взять к облаку разумеется под прокаст бойда но всех героев на 1 2 пик не возьмешь и приходится расставлять приоритеты ну и посмотрим кого кого здесь возьмут для айсберга все-таки прошлой катки он играл в зевсе зевса отправляют банк сейчас соло ну и в принципе будет ли это проказ под фейслис война либо же просто как запасной план отзвонить там двух-трех героев хрансфера и а соответственно с другими разбираемся но опять-таки опять я подчеркиваю то что все завязано ну большая часть ранней стадии игры этим спирит пока что это на юр спирите fly здесь будет своеобразным родом плеймейкером несомненно ну и самое главное все-таки инвокер тот герой которому можно и сам глава нужно гангать в миде никого года можно зонит 1 спирит герой такой действительно можно иметь прийти инвокер не мог помучить можно найти в сложную легкую конечно таспика будет очень многое зависеть пока у вегас в адрон в принципе тоже есть такая анчат раз мы знаем что века сын сыграет довольно активно и все время соло будет выбегать гангать уничтожать что есть лучше посмотрим за второй стадии драфта над сталкер отправляется не бытие давай каблак чем нас порадуешь в этот раз каким героем герокоптер ну что ж неплохо как минимум можно будет и в хроносферу что-то заливать и герои на стадии линии весьма такой самостоятельный можно придумывать какие-то интересные вещи с герокоптером сложные можно герокоптеры мид юзате на легкой чем такой очень универсальный герой пусть будет лишним точно не окажется ну и самое главное даже если здесь энчант разбоют на сложность стоять у веги сквадрон гирыч можно спокойно ставить против нее один на один ну и даже если там конечно будет хоть какой-то ассист эту ничу можно просто фармить самый примечательный тот момент что эти команды оба коллектива против энчантрас активно берут такого прекрасного саппорта как кристалл мейдан на хорошо заходит когда не чай играть через крипов но и в целом герой обладает не прям уж огромным таким жиром по хп и разумеется на прокасты кристалл мейдан чувствуется очень болезненно для этого героя но дизраптор заезжает для вис квадрон ого дп неплохо а вот с дп плюс эр спиритный инвокер вот это будут проблемы и здесь нами все-таки энчу есть смысл отправлять такие опять давать в руки соло чтобы он как раз своими крипами помогал своему лидеру здесь вот такое противостояние прям в центральной линии будет оверспирит плюс дэв профит против инвокера энчантрас ну да то есть оба суппорта будут приходить постоянно постоянно пытаться миттеров подгнобить немного но мне чуть получше нравится все таки про доблайверспирит и дэв профит только благодаря тому что они при залете инвокеры не отпустят тем более я знаю от этих вот новомодных инвокеров которые не качают векс в индис не уходит а следовательно под такими жуткими замедлениями от спирит сифона от еса можно и не уйти но там оно опять как же получится может и адрес пораньше выйдет загонкает о появляется бут раппир но теперь этот бут райдер в как вега squadron будет интересным интересном скорее отправиться на все-таки оффлейн все же на легкую идти можно но там тогда табла будет довольно слабенькая дисраптор пусть кто-то так что лучше пойти ему на сложную и просто брать себе керри ласт пиком героя для fn его краски и кабак сейчас должен будет забанить ну отлично конечно когда есть у противника батальдер в пике очень 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 хочется собаку взять какого-нибудь оракула ну разумеет для ким спиритом кунь оракулу менеджу спирит но я керри искал для веги как раз я думаю что спектру западится баня лурса варьера соответственно минус 40 если нужно подкатрить по трайдера можно взять венгу не здесь венга вообще четко заезжает из проказа дизраптора давать свои записи против того же самого бат райдера сейвить понятно здесь будет свап один конец скорее всего вряд ли венга будет в начале или в мидгейме пожевать но тем не менее другой стороны могут просто наплевать на инициацию батрайдера просто как-то тим спирит пойти в пятером атаку их push потенциал будь здоров дэд пропит разумеется своим экзорцизм гирокопта сам по себе герой который что он там выносит фэйзы аквила барабана да да даже без драмов может идти с команды активно драться ну блин с таким раскладом тут у каждой команда пусть потенциал хороший просто сандры кроме диспрофита что бьет тавр даже крипов сносить это толка но только там крипс воруме кита задувать опять же только т.п. т.п. вот венгут убирать и против потайта хорошо будет работать и по всему аура будет давать какие-то и вы его и клинк со ласт пиком от веке сквадрон хорошо герой который будет заливать под лассо мы знаем что играют обычно через клинк сейчас довольно активно долго на линии не застаивает выходит убивает и так далее ну чтож герои распеканы давайте посмотрим кто на ком зачем почему ах и так далее на кучу этих вопросов дадим ответы и так века смадрон фэн сыграет на керри клинк сесси он за слоя рс упор дисраптор соло на энчантрис сел но ван этого инвокер of lane для мага на батаре и команда тим спирит вы проигрывает 01 габлак это команда будет играть на вэнджи фулл спирит или дан гирокоптер айсберг сил на дэв пропит олсан флай будет играть номер спирите и фаник в харде будет стоять на фэйсли сваде закупился здесь прямо бодро 8 тангусов есть фласочка счету готов стоять очень долго разумеется но и тяжело ему не всякого сомнения все-таки против дизраптора там под глимс попасть и активно разомнутого ну кстати да вот здесь урон все же наносится такой периодический от веги сквадрон и против такого очень неприятно стоять войду потому что если урон там какой-то сразу то есть прокаст получаешь условно тлины таймблок нажал все себе восполнил а так когда по тебе постепенно тандер страйк капает дэмэдж постепенно тебя и фэн своими серенькой раз будет пробивать ты полностью все хп восстановить не сможешь придется активно тратить свои тангусики и хеллинг селл так что фанику действительно здесь будет неприятно так у нас намечается какая-то драка на топ роне судя по всему или не будет здесь драки просто отставит тест профита снизу уже на снизу фаник будет пытаться украсть руну фаник есть у него разумеется таймблок пошел на руну и не получилось не получилось война придется прожимать разумеется первое слово понимаешь что симова может глимсануть через рашан разумеется уходить еще раз шансы и стычку по спине дал ну торт таймблок заязал и однако пол хп так и осталось только пол хп все хп не восстановил такие выдачные затеяли со хеллинг салф в итоге этот выход на руну ему обернулся потери хилочки неприятно немного не критично тем не менее так что мы видим на центральном коридоре на столкнулся нован с айсбергом и тут уже конечно стоит флай и флай сейчас новану покоя не даст он уже залетает под мимо немного залетел флай осторожно от с такими врывами можно один раз нарваться на колл-цнеп и погибнуть по таврам с маловым тем временем проблему мага разбинать вот здесь активный габлак ну здесь еще и маг по спине можно давать он на сапоге накидывает активно напалмы гирокоптеру обратите внимание первое тему сечу приобрел есть у лидана также бутсов спид так но они судя по всему собрались мага то убивать что ли с этим сапогом ну да ускоряется лидан только от пока нужен станка благ был недавно только под замедлением жутким да и в итоге магнис пока держит дистанцию неплохо отыгрывает но лишний раз лишний взмах крыльями в сторону противника он сделает получит стан получит рокот пары джи можно будет пока получше отъехать так что предельная аккуратность предельная концентрация время внизу pvp фаник против сема фаник задолжил сан страйк фаник 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 все таки все моего запилил обалдеть ну да первый левел башни какого не было это но чё живой надеялся надеялся то что будет очень хорошим айсберга два кентавра от соло здесь без шансов для dp пытается как-то зверка выгодить рейн хотя приходит or spirit проблема уже внувана айсберка есть на развороте находит в маг firefly им жжет все-таки убили дизраптора там и нейтральный клип и он засуществился разумеется также дп засуществилась аттеншентов масса суициды пошли у нас какие-то на карте что-то все умирают нейтрал их аттеншентов ладно никому фраг не достался в итоге все равно царь дисраптор который убил байда потому что это единственный нормальный сделанный фраг был остальное это все так и считается так но в любом случае фаник ты вернулся на hard и понимаешь что действительно здесь very hard что фэнона встречает тут же стрелами своими 2 уровня прокачки и осталось всего лишь три тангусика что-то слишком быстро фаник свои килочки растерял неприятно ну и дисраптор тоже уже здесь так чем занимается нас маг маг не удалось ему сделать скилл level 2 без скрипов вообще но наделывал себе стаки никто эти стаки здесь не заплачил так в мете попытка был опять цепить нованы снова может у нас флайк флайк а даже будем попадать флайк но пора уже чем-то попадать это был дэмбеджем куда что дорвал стану нового как больно-то ужас какой страсть страсть до флайк и что пока вообще не заметен что в первой игре что второй уже какая там третье нами уже четвертая была попытка на инвокер что-то придумать но заканчивается все по-прежнему успеха внизу проблемы большие проблемы у фанику не остается один танк причем самое интересное здесь даже села может оставить линию против клинкса как-то побегать что-то придумать и лишний раз там дп в миде понапрягать потому что только подходят будет даже хотя бы на экспириенс и фэнона сразу встречать своими силен царус больно неприятно фаник знал на что шел купил себе пор мошел теперь правда все равно это конечно мало чем поможет все мы прям активно встречает учиться на можно оставить здесь клик за на линии в соло с другой стороны всем заслуживки колеса фармить не очень хорошо приходится делать отводы контроль трудно пытается фаник но урон еще не скоро появится ну как то так пока скажем где-то у кого-то свои плюсы кого-то минусы самое главное что стоит подметить нас по этим 4 4 минутам игры то что в оффлей не расстрадают причем как один так и второй посмотрим как они будут выбираться этой ситуации очевидно что быстро блинг даггера батрайдера уже не будет естественно как и быстрого блинга от фейслос войда ну и флай по-прежнему тусуется у нас в центре никуда не хочет отсюда уходить саппорт команды team spirit на топе поднимает реген есть камень по магу болдар маг firefly там с формы конечно очень больно пробивает батрайдер и батрайдер отправили стабильный парень сам страйк по флайу на улан на месте читает вообще конечно не видел здесь маг то что за без профит стоит еще и fly хотя по идее должен был знать об этом все шоу сми да не уходил совсем подставил стоги бутайдер опять же дела слишком плохие тут с другой стороны вот он улана замечательно 15 на 8 без профит 16 на 8 криптату ведут пока довольно ровно фаник нашел себе нычку нашел себе то самое место к при котором он может получать экспо и не страдать то что хил у него то не осталось то есть любой выход на линию это все отправление тут же в таверну либо лечиться там все мы все мы уже читает читать ситуация понимает что где здесь вот есть under strike там глимс 2 из kinetic field фаник до последнего держит ай волк фаник придется прожимать как ни крути там уже есть глимс вот теперь вот теперь после глимса и 25 стопа от юзает фаник как же ты здесь жестко сыграл фаник вот это у парня конечно остальные кругляши до последнего терпел до последней тычки до последнего глимса битери анима так опять-таки мажет флай попытка может быть успешным саленцем опять всем промазал всем что только можно он конечно создает тем самым небольшой спейс для айсберга все-таки держит все время напряжение инвокера но какая-то уже попытка по счету может быть есть смысл не знаю там вниз прийти помочь самому вайду на топе хоть как-то рано или поздно сработает верит флай и мы верим уже верно но там тем временем выход от соло в мид на айсберга и очень больно айсбергу он под колл снэпом айсберг вот сейчас попадает флай вот сейчас хорош хотя бы спас или шок вы да ладно айсберг жив 70 хп осталось близок был к смерти ну то конечно флай хорошо подстраховал если уж не убивать то хотя бы заселить можно так а вот тем временем батайдер вновь заигрывается маг у нас отдался мимо гирокоптер там пролетал его срока параджи ветер искал давно уничтожил флейнером тяжко и больно фоник просто хаст взял за всем и погнался опять погнался уже после глимса найду уничтожу говорит нет уже не найдет и уже не уничтожит 2-2 ну что ж сейчас хоть более-менее равное начало не видно кого-то проседание совсем их жестких ну единство что маг наверно просел в остальном все довольно ровненько крипстаты у керри героев хорошие у митеров одинаковые у флейнеров из тоже одинаковые единственное что вот и чатрос фармит пока лучше чем лесник как такового лесника 10 теперь но тем не менее герой четвертой позиции фармит лучше там тем временем фэн шестой левел светит флая флай пошел под страйфом но разумеется на болдыри спокойно уходят не получилось конечно сомнительная инициация здесь оклингса была непонятно что рассчитывать может быть думал что второй спал на кул да у меня если флай еще раз зацепить попадает хорошо камнем ну и придется отходить на базу с другой стороны здесь проблема у айсберга и нет никакой подкрепа мидера команды спирит он умирает такая тут флай тоже знал флай же должен был кричать во все горло мол уходи богданыч меня тут бьют и тебя тоже убьют не среагировал даже осталось на линии четвером этот замесили хороший выход в результате получился и видим уже первые подключения фэна все нижнюю линию в принципе он высвободил здесь может стоять спокойно дисраптор себе левел получать там пример до 6 попотеть а кликс может бегать по карте пока пытаются бить фаника проблему фаник страйк вейв поставил хрона слушай берг может помочь пошел спирит сифон в одного его просто-напросто глимсуют на базу фаника проблемы диск облак еще может стрять и фаном начинает расстреливаться как сразу разворачивается понимать что не по шансам фаник пытается уйти сан страйк на ход санстрайк на этот раз не точно фаник просто как не вот всего пытается увернуться тут прячется и выйдем климс на когда у дизраптора он должен должен разумеется уходить еще на всякий случай флай подстраховал камнем и нормально все завершилось для войны в миде тем время по прежде продолжает фармить сенова у него 40 на 14 кстати говоря по крипстату дп сильно проседает 26 на 9 идет айсберг но все-таки хотя казалось бы флай ему всячески пытался помогать да может быть не самым лучшим образом раскрывался на инвокера но тем не менее только-только его забрали вот когда его убили инвокер забрал две пачки крипов на миде и пошел леса подфармил и тут же разрыв там получился там в огромное количество крипов до в 17 получается ну то есть вот тут только из-за того что убили разочек айсберга а до этого он в принципе стоял более-менее рот так сайт нас пауза паузу атор спирита не таковая и работает что поломалась танцы говоря у мага уже есть ну разумеется собак и 1400 руках я думаю ну аркан тапка мы здесь уже точно видим если вы мог хотел уже давно приобрести более нее есть два clarity понятное дело это будет blink dagger ну и седьмой левел он имеет пока у него все неплохо хотя другой стороны два роста вырыть побывал такое ждем подключениями то на вот кого на карте пока не видно элитон такой вроде там что-то фраг сделал мага убил хелм себе подфармил есть аквила но сейчас же он настолько полезен для своего коллектива лэбл восьмой ркп ржев 4 есть колдау при любой инициации при любой хроносфере которая откатывается можно сразу влетать давать прокасты убивать особенно там всяких таких сладких героев как дизраптор и чантрис быстро сдувает что ждем подключения то или дана пока команда без него пытается раться на пентворцу разумеется гирокоптер у нас на первом месте не ручи никто не фармил но также забрал там соляного фраг бэтрайдера по графикам вега впереди почти 1500 по экспириенсу также они лидируют почти 1000 и скоро откатится новая хрансфера у фанника конечно предыдущая хрона была вынужденная мера как-то там на сейф и было два телепорта прилетел дэв пропит но глимса дизраптора был конечно выше всяких похвал всего в том моменте сыграл хорошо ну и там также нельзя забывать что сейчас поднимут и ключевые ловала себе герой 45 позиции там дизраптора почти уже шестой левел бэтрайдер скоро уже появится blink dagger у маг буквально 200 монет остается есть у него разумеется лассо левел восьмой и можно что-то придумать тем временем находит и фэна под центре а кфн умирая дождались пока добегается клинкс клинкс реально пытался там искать какие-то цели выискивать убивать центре был замечательный что ж полезный минусы и сразу же перетяжка на рошан экзорцизм вызывается для того чтобы то рошана запратили там тоже здесь флай и вся команда в сборе давайте посмотрим на vision ну знаю конечно знает вега скатрон чем занимается частям спирит санстрайк туда чтобы просветить на всякий вопрос только как помешать а помешать то никак потому что дизраптор не готов драться лава шестого нет бэтрайдер еще нет а есть блин тагер но он только-только идет на базу чтобы восполнить себе запасов не будут здесь претендовать себе господром на убийство рошана поэтому благополучно или дан забирает себя егис и идет перетяжка вниз возможность подпушить товар надо быть тоже ну чтож неплохой и плохая минута выдалась для тем спирит удачной вылазка и упирается blink даггер у мага и приобрел бэтрайдер смог вы как хочется реализовать но драться разумеется сразу все желание пропадает там есть аэгерс да вроде как нету экзорцизма удп но тем не менее за что вега разбивает все таки смог всего маг и соло хотят они хоть кого-нибудь отправить таверну стоит хороший вард вот здесь они сейчас видели каблака знаю что после центральной линии кто присутствует сема заходит у него тоже есть уже ультимейт видно ли айсберг айсберга пока не видно клинк забегает видит здесь каблака видно еще одно тп сюда делающийся дисраптор тоже здесь а точнее диспрофит она здесь тоже они прожали смог и видели все прекрасно вега скатрон заходит со спины тут же климсует и отличный статик шторм ставится айсберг айсберг ничего не делает пытаются айсберга спасти благодаря свапу айсберга встречает но ван оставится хронов на всему хоть кого-то бы забрать два героя уже погибли фанику тоже нужно отступать потому что без хп ну и флай оттянут просто через лассо отличная игра от вега скатрон супер тайминговый выход и тем спирит здесь полностью провалились еще вега вышку в центральной линии разумеет забирают мы возможно все зря взяли эллидан взял зря веги сможет быть был смысл как раз кидаст пропит отдать но банально просто спириты не ожидали казалось бы они забрали и куда у них нет экзорцизма и вроде как вега должны сейчас потянуть время а вега просто реализовали blink dagger на батрайдере и про каст дизраптора все было очень шикарно супер вышло действительно сразу же подъем по над ворсом посмотреть на 3000 плюс вышли 5 довольно не сливовое действует fn бегает по чужим владениям крипов зажимает руна собирает в принципе запакт у него хорош но можно конечно куда-то еще остановиться и подфармить себе дизоль здесь залив давно поинтереснее будет ну и должна быть какая-то ответ к этим спирит что есть а проблема с ответка потому что хроносфера уставили хроносфера в откате сейчас без хроносферы драться сложно ну и вынуждены свои леса подфармливать смотрим самое главное у тем спирит хроносфера один из ключевых ультимейтов в принципе как экзорцизм другое дело какой здесь дэмэдж будет вливаться в хроны но опять-таки гирокоптер дп такое себе пока там эти духи налетают он дамажит но с другой стороны пик от этого становится более гибкий то есть нет привязки к одному ультимейту но пока у спиритов не выходит они проигрывают 6-3 но надо реализовывать а его то есть откатился экзорцизм хрона будет через 30 секунд надо надо пробовать сейчас там будет умирать и рак залетает под смоками есть лассо и фэн расстреливает и за время действия лассу должна убивать паника не дали ему произойти таймболк хороший выход все что-то понимает что кулдаун лассо все-таки очень маленький всего лишь полторы минутки раз полторы минуты макси да пути кто-то залетать выходить и убивать ну и в принципе довольно пассивно сейчас играет им спирит понятное дело играть все время вторым номером это не очень-то профит на эта стратегия те кто будет проигрывать обычно такое бывает так что нужно самим что-то придумать тем более хрона сфера сейчас через секунду откатится от собираться раздевались ключевые точки вот типа вот этой нажимать смог вперед но время временем собираются верхняя линия взбута не забирает один товар и фэн будет выходить дизоль летит ему уже и фрил хаммера там у соло почти уже готов драгон лэнс ну и кс и говорят им спирит разбили смог готовы они воевать на топе пора пора как-то хроны использовать тут же моментально века сквадрон просто иритируется поняли что здесь неладное что противник кто-то пропал не стоит даже забирать один товар ну просто грамотно очень отошли смог при этом продолжается тем спирит будут искать возможность кто-то подцепить нет не будут или данный смог и выходит расстреливать крипов это просто-напросто будет пушить и ради тавара по миду ну что ж будут ли давай здесь бой вега вопрос давайте посмотрим что есть у мага скоро откатится лассо клифф здесь также присутствует в целом можно если захотят другой стороны можно поспитить от решил поспитить на него я кажется несомненно лучше с клип потому что как раз таки вот пять на пять веганами послабее будет даже смотря на их сейчас преимущество пантор с 4000 плюс два телепорта на мага но март раздает дликал даже искать дизрапция прилетела и вряд ли было дизраптор спирит вряд ли бы схватили несомненно вега веге нужно как-то играть от локальных замесов то есть бэтрайдер поклея под клинкса как вот мы и отмечали с тобой ранее они вот в этом плане гораздо сильнее посмотрим все мы сейчас видят this profit можно пытаться ее подловить пока не потянулась своим тиммейтом все по не стал ничего делать еще один товар будут забирать им спирит у них получилось нести тир-1 память то свой товар а топе они стана или час еще один товар будут ломать в это время только одним товаром будут довольствоваться века это не факт что заберут снизу пока чуть лучше отрезок времени проводят тем спирит ну все-таки наверное не хотят вегас квадрон драться еще потому что есть аегис у противника до сих пор по всякому стараются площадь замеса формят 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 но таегис уже пропал сейчас посмотрим кто что будет делать ну просто разменяли товара правильно сделали там и фэну летит уже дизоль блинк даггер появляется у инвокера разумеется после хэнд оф миндеса и барабан поэтому сейчас да яга закончилась можно идти в атаку почему бы нет ультимейты есть и у тех у других кстати говоря обрати внимание 16 минут а флай по-прежнему 5 левел так нужно ему магната из не самый удачный старт поначалу конечно много промахов экспы где-то не дособирал по фрагах часть особо не принимал ну как-то так действительно не сложилось так фэн палец мог а по его просветили он уже успевают уйти или не успевает станка блака залетает ставится хроносфера и фэн уходит из-под куда она подставляется соло прокаст фаника прям туда же на сферу залетает приходит флай флай магната из по-прежнему нет и фэн дрался до последнего два размен айсберг идет дальше за сёмой глимса 0 айсберга подальше чтобы не мучил флай идет в конце вместе с каблаком камень залетает отличный все мы все мы должны убивать спирит сифон стан ну чтож трипл килл пай айсберг неплохая драка получилась этим спирит очень удачно успели среагировать на и фэна и и фэн был не позиции для того чтобы драться ну и конечно же хроносфера который хороший поставил знаешь в этом моменте был флайчер не хватило одного айтема blink dagger будь у него блин конечно там бы изи заэскепился но дизоль разумеется позвонок с игоря blink dagger мы увидим достаточно часто этот факт можно как раз таки наблюдать убой флайчера почему бы не тем более бонник последние последние краски недели заезжают в мету очень активно можно так довольно интересный будет это билд можно просто после его через пкб пойти все же магического прокаста не хватает эти станы от венки и залетают твои во всякие башка антона понадежнее выглядит вроде как ой маг подставляется под прокаст или там встречает колта на прокат бэриджем и мак ошибается здесь или там хорошо подловил на противоход что называется противника маг думал сейчас по-быстрому на форставка фарме он нет не тут то было нужно же отвечать тем спирит хорошие драки проводит плюс еще ловит на ошибках противника и практически сократили разрыв получается за двух фрагов скоро будет уже то нуля с таким темпом я тогда отыгрывает преимущество было и века сквадрон было 4000 у них осталось там станет около трех только для говоря веке сейчас нужно идти в атаку там же экзорцизм на кд хроносфера нету почему бы не попробовать собраться в пятером любого можно отправить отдыхать вот сема выход на фаник а есть глимс и сразу упад проказа из раптора здесь без шанса для войны саленс саленс штука неприятная конечно и глимс это нереальным ренджом всем за слоя раскаута вид возвращать даже воет спастись не может так но с доли данной есть таки там будет фармить ультана очень много денег что будет покупать теперь это 3000 монет что хочется взять против такого пика хочется конечно пожирнее быть хочется и пока п на фармить здесь потому что инвокер дистратор опять же все очень сильно мешает с другой стороны и пока бы не спасет от лассо и от ударов в клинкса например что непонятно вроде бы надо против и жир нужен вроде бы и сэнджин яши неплохо будет смотреться может вообще бабочку это выбор шикарную льда на посмотреть хорошо он топовый над ворс правда инвокер там совсем немножечко от него отстает но смотрите завтра то у нас будет собирать в дискорд сумма принципе логичное и грамотное решение проказ вместе с инвокером заметно увеличится все-таки bkb решил взять себе герокоптер в принципе это свойственно как раз таки снг сцене то что берут они ноги рычи яшу первого артефакта но разумеется после стартового закупы и просто дальше берут bkb одной кнопкой тут уж ориентируются на противник конечно должна макпокаста много тем более там китовы в приоритете будет поэтому действительно bkb здесь надежно ну что же еще раз страшно заходит им спирит неужели второго подряд века будут отдавать но видимо вариантов других нет пытаются активно конечно сплетить ашан падает под очень быстро экзорцизм теперь уже или там помогает неплохо бьет так мои бега вообще не так все видит причем самое интересное но ничего не делает а я кисты герокоптера драт сейчас нет смысла абсолютно никакого века должны путь тот же замес беги маг улетай куда подальше соло тоже перебегать ножками fn довольно опасно опять же ой там у у нас какие-то инициации проходят что делают ребята из века с квадром есть расфера на сему камень сему быстрее бы нас забрели дать им спирит чтобы не на свой прокат все-таки успевает кинуть стать экштором сема отправляется в таверну колдаун отгирать неплохо fn также это два в одного есть сифон посол попадает камнем флайм сейчас он отыгрывает гораздо лучше нежели на ранней стадии игры три в одного вот такой вот размен непонятно почему бега пошли драться далее ваше что из артой закачиваться дп можно оказалось ошибкой ахегису противника они там пятером а вы как-то за всех частей решили напасть как коршуны как вот эти вот шакалы со всех сторон решили окружить этим спирит но там единый камень такой был кабин виде флаги камень виде такого кулака тем спирит но просто не позволил ничего сделать конечно довольно авантюрное решение стороны века спадром таки проигрывают раку и усиляются этим спирит и айгис у них по-прежнему остался драку выиграли рошана забрали одни только плюсы неплохо сыграно тут же конечно герокоптер прямо стремляется вперед по над ворсу 1100 голда еще сверху зарабатывает fly level поднял 9 теперь уже не так плохо есть у него аркейн будут тоже можно будет вилл впоследствии выйти как у нас дела у доспрофит укрклаб не ровен час бакоба тоже у изборка появится партифактом прям хорошо но и понимает также мы видим и фэн что действительно без пока бы здесь сложный сразу же после изолятор покупается так лапт правильно последствия возможно увидим мы его на бкб только после аганимов конечно нужно хартифакт и форстав только-только появляется у мага ну чтож взять себя в руки нужны вегас квадрон то прям картой как-то преимущество прям к песок сквозь пальцев все улетучивается уже графики показывает 0 и по экспей по деньгам прям совсем все грустно славится хотя бы вот сейчас во второй игре видно что team spirit собрались восприяли духом не то что у нас просто пауза длились бы гораздо дольше чем сами первая катка 20 минут это вообще не дело у нас сейчас 22 минуты по-прежнему не ясно кто кого отыграли steam spirit счет 11 10 проигрывают они на один фраг и идут в атаку гирокоптер бкб аегис у лидан 14 левел помиду заходят пятером нападают экзорцизм есть кстати говоря по-прежнему хочет реализовать айгис пытаются пока вегас квадрон каким-то образом по форме чужой лес по максимуму денег заработать предстоящему файту в принципе понятно оборота падает никто останавливать здесь конечно спиритов не будет клиф не тратится тоже оставляется на хайграунд вопрос только хватит ли сейчас морально таки волевых качеств этим спирит чтобы подняться на хайграунд вообще как минимум можно только подать надежду то что они будут заходить составить противника сместиться на базу подавить есть экзорцизм аганин появляется у инвокера что там по байбэкам и самая лучшая ситуация есть байбэк только у дезрафтера так а тут снимается стрелами стрелами можно так вот неплохо пытаться сплетить активный там прожил пока быть р3 очень хочет собрать мак ворвался в лассо тут же ставится неплохой статик фаник ворвался прям саленс не может дать пока свою хроносферу опять-таки в саленс возвращается потеряли дэдспрофит отвратительно сейчас все получается тем спирит вернули литана и там теряет аегис и там сейчас просто потерять еще и жизнь а тем временем фэн снес тир-3 до века скатрон здесь просто в макро переиграли тем спирит он бежит габлак сэвит своего кэрри не отпустят сам не отпустили да она здесь убивает и также габлак габлак все-таки растопешился на габлак отпустили но в любом случае размин вниз сомнения пульс команды эскадрон и болт флэчер забирает т3 то есть по товарам они вообще вышли в ровень и также выбили аегис забрали к рекам ангел спирит нам все очень это с учетом того что противника было егис этим спириты были уверены что они сейчас пятером просто будут сломать сторону да классно сыграли века скатрон получилось и поджать хорошо замес устроить причем даже без керри они выиграли драку вообще как-то уму не постижима какой не так получилось но в любом случае круто вышло будут собирать себя пока бы сейчас фн там пока бы на фармила себя тест профит все коры стараются пока башки все по максимуму быстро выфармливать мы будем смотреть дальше что будет происходить тем спирит казалось бы только-только отыгрались и вновь графики растут в пользу века сквадрон жутки при этом заходит на рампе зарешал то что фаник не нажал свой ультимейт попал он под проказ дезераптора здесь все-таки будет очень много упираться все в инициацию то есть у веги сквадрон инициирует разумеется первую очередь батрайдер с блинком а у тим спирит очень хорошая инициация от вайда из него блин храна сфера ну да пацанец подставляться конечно нельзя то как-то не очень удачно залетел нас фаник прям салин зашел опять зашел посмотрим как будет следующий раз здесь будет лучше поистанку занимать поставили этим спирта довольно хороший парт видно передвижение здесь героев занимаются и леса пока все боятся проявлять активность судя по всему мы и ожидаем появление следующего раша или же все таки порадует какой-то смог вылазка это кто порадует то никто не порадует смоков здесь просто-напросто нет тех не других все довольствуются тем что фармят ну и самое главное фэн боится играть агрессивно вроде как был флетчер герой которому свойственно к это после стадии ленинга уже тусоваться во вражеских лесах ломать стаки там буквально съел одного крепца да и любого героя оформлять быстренько в соляну боится боится и фэн потому что понимает одна хран сфера и огромное количество контролью тим спирит ну и банально просто не в спирит сейчас вот смотрим на карту бегают все вместе разве что один флай сейчас отошел на эншин тут сделать стаки для своего кэри пока немножко так игра слегка засушилась да действительно затихла но вот смог прожимается века побежали побежал первые фэн вообще в инвесе я горд сейчас инфу дам инфу вид даст айсберг увидят слушал по всех видит трех героев трех героев бак уже на фарфлая будет залетать к вайсбергу фото через вас надо быстро стирать его тут же свап ставится ставится статик шторм избегает него просто айсберг и он жив кучу пока бы оставить на сверти линии от фаника фэда можно разбивать и фэд пытается уйти не отпускают его здесь маг тоже умирает минус 4 тем спирит качественно контр-иницировали и можно быть по новому паш сработает нет не сарпа то итоге на ван убегает до казалось бы неплохо поймали вот эту вот самую this profit но swap зарешал очень качественно было сыграно каблаком и плюс конечно же потом фаник с хроносферы тоже много сделал классно тем спирит дэмэдж нанесли много особенно герокоптер выигрывают замес 4 в 1 они по голове поднимаются еще также после этого замеса 2000 понимать им спирит счет нас выравнивать 14 вот сходили ребята в атаку хотя казалось бы все было хорошо да и фэн дал vision причем не было как раз к информации от team spirit на этого бон флэчера но хрона и разумеется прекрасный свап от венге зарешали вне всякого сомнения да вот они самые переворотные ультимейты вроде все хорошо вот и первые нападаешь ставится хрон и ты стоишь на месте ничего нельзя сделать прям жутко напрягает у литана опять-таки полный порядок смотрю я его item build и глаз радуется манта ставил бкб доминатор статов хватает с выживаемостью полный порядок еще бы урона немного добрать все шикарно будет очередные стаки стаки никогда не забываются делать это раз за разом приходит зарабатывать себе лишние по 700 700 колды и опять-таки огромное количество денег там тюрьмин каблак кстати говоря посмотрите у него есть угар club point booster будет делать себя гоним довольно интересное решение с учетом того что в противоположной команде есть и чадрис потом это иллюзия после смерти может и боком выйти как лак рискует довольно таки ладно посмотрим что это выльется снова по бегушке от афина все говорили здесь бы сейчас бы веге опять пойти в атаку потому что там ключевые ультимейт на куда ну вот хрон уже откатилась война потому что с такими темпами здесь все что нужно фаник уже поймем практически вынес у него есть блинк есть адрес к для для конечно увидим сейчас какой-то владыр хотя кто за то что на энджерский расчет на то как можно быстрее собрать тот самый агоним на воде что про сфера скулдауна 60 секунд и что мы им третий рошан опять забирают без боя team spirit как-то вега совсем да действительно к нему равнодушны к этому рошану даже не навещают не ну ладно первые два окей еще куда ни что но третье и сыр ну может быть почитали то что там есть хрона и на рошпите очень уязвил в принципе отчасти логично ну один из моментов да то есть действительно ауешки хорошие этим спереди другой момент то что вижу на вообще нет посмотрите на карту стоит вард один вот здесь только наверху и все больше ничего не видно владмирс появляется тем временем у нас у вас лосвойда хорошо на команду артефакт собран скоро появится флая каблак близок тому что купить себя гоним через 300 год он появится ну и конечно же или данище который взялся бегал санк это будет бабочка фэн снова бегает макку дашь вы залетать лет что вы делаете а он шел каблака он отомстит решил хорошо дам уж никто не наносит макс просто умрет я не знаю что это сделали сейчас вега с квадром вот это вот причем даже как объяснить он залез под тирчит под тир 3 куда-то на бараке на четырех героев когда iphone просто развернулся вас там в принципе двое было зачем не вижу на не информация противники ни черта не было просто маг залетел и шикарно исполнено просто нет слов на экос квадром собраться надо собраться кто расслабил team spirit расслабились 1 карта с века расслабились как тот снг команда сегодня не готовы видимо воевать ну и самое что интересно team spirit забрали 3 рашан у них сырае из но они в атаку не хотят идти у них есть ультимейты они по-прежнему набирают ту самую критическую массу то есть вот если посмотреть на гирокоптера когда появится у или да на butterfly а уже скоро она будет то как его вообще убивать в особо него не дашь там вон манту прожимает придется угадывать эти более битрайдер выбирать другие цели там ты были винга есть в бкб с тем более с воротами от бабочки клинкс также его будет очень долго убивать здесь опять попытка убить флая сжимают static sun strike тут даже флай подставляется хороший минус теперь только свалить успеть надо дал кого от находился фаник не успел с реагировать но и без профи тоже была где-то позади ну вот теперь выход был хороший быстро напали бы струбили сейчас во всяком случае хоть вард стояла не хоть примерно знали где противник находится что наверху то что случилось там вообще без вижу окей сделали так подкусывают легкую века сквадром в команде у веги на инвокере у болт флэчера бкб 9 секунд и клинкс будет выходить маркин бар увидел разумеется butterfly на гирокоптере есть у него уже демонейдж но опять-таки минус блоки баров у веги то что их просто в трансферу возьмут вот это самая главная проблема и первая цель кого они должны убивать это разумеется войд но опять-таки как ты его заберешь когда там есть венга вопросы много с чего сейвит одного за вкусишь другой за сейвит и обратном порядке то же самое мак у нас лазит мак че то что я просто диву даюсь как и то как играет нас андрюша мак чепенко прям выдает батрайдеренко залетает куда-то вижнет ни черта нет по чужому лесу как у себя дома ладно сейчас простили конечно но он спейс делает отличный спейс собственным делом для кого в этот момент вообще ни черта никто не фармил вообще они в лесу стоят своем какой он спейс сделал маг не перестает удивлять легендарный круг но надо пока вы ему срочно на фармить тогда конечно будет попроще вот такими делами заниматься и меньше возможности будет его подцепить так тем спирит таки вроде собрались ну да циро и гиста имеем вроде бабочка на фармилась у или данные вроде все неплохо и ген даже присутствуют к башки давайте смотрим на байбеке байбек вообще ни у кого нет так бывает заход по мету ну в бараке сэйвики или отдавать ли вот чем вопрос и застызом уже вызван торнад емп и неплохо от нового на часть айсберга элитана лишили импетуса издалека от соло лассо пошло до айсберга моментальность вам хорошо кабак реагирует бакабет или дано бакабет нового на пытаются вкусить соло соло отходит спирит сипон него у соло проблемы ставить статик шторм не самый удачный фаник опыта лица покусить минус два суппорта уж тем временем спирит делают тем временем уничтожили без профитов он расстреливать неплохо элитана но мажет мажет все-таки бабочка работает sun strike по элитану элитан все еще жив а егис не забываем пытается на ворот еще и fly развалить fly торнадо не ушел из-под торнадо fly умирает он ставится хроносфера фаник того чтобы заставить элитана сам фаник тоже умирает из элитана погодя но ван идет дальше метеорит не самый удачный элитан разворачивается с коллдауна с флэка расстреливает в нбс вынужден спрятаться но ван и фэн снова элитана не пробивает получает станы фан зря вылез и фэн и фэн лоу хп и фэн падает элитан неплохо его развалил там еще макна фарфла летает успевай дать блинкаут бэтрайдер еще бы ему не хватало здесь отдаться у нас получилось 3 в 4 но и самый главный ким спирит выполнил свою задачу не забрели центральную линию на 33 минуте пока вега не сдаются они пишут гвп как и было прошлой игре этим спирит понимает что центр на 30 минуте конечно это очень плохо на отсутствие но не критично мактор болитрались сейчас вообще очень хороший файл с учетом того что был у тим спиртем спирт аеги сыр нам дарим баки жутки они еще норм повоевали на самом деле если что конечно ты ли дано второй раз оселить уже было сложно но следующий раз он будет без аегиса возможно потому что будет тем более что и клинкс там был в шаге того что купить мкб чуть не хватало а так все в порядке то действительно медление это еще не провал это еще не счастье поражение дописать какая здесь не стоит будем смотреть дальше довольно интересно наконец таки схватка между снг командами сегодня это первая карта из четырех что мы уже посмотрели где хоть какое-то противостояние есть хоть 35 минут игра еще не закончилась я прям безумно рад безумно буду рад еще и третьей карте с каковая случится но то что все идет именно к ней не за мне кажется здесь им спириты могут могут не всякого сомнения потому что все таки мне кажется она когда погребит сильнее играть фанику его хроносферы очень сильно лишь решает разумеется сход за место на те время на топе в очередной раз может стрелять мак но уже чувствует нормально дистанцию макро то вот вроде в начале неплохо смотрелся сейчас вот последние пять-десять минут и такие мубы непонятные делают но так конечно жестко провоцирует противника так потопил что намечается какие-то тупой страны но вон здесь флай роллинг болтер стону своих тиммейтов вар такой интересный стоит цели торнадо пошло торнадо ни в кого не попадает однако часть информации есть в экспатрон залетает мак в айсберг моментально ставка флаг реагирует хорошо камень мак поставится под кулдаун мак минус нужно убегать нужно убегать потому что скоро потянется еще фаник фаник здесь на соло пошел ставит трансфер общего кратилась на две части алидан здесь трюнет фаник не хватает себя вот здесь рядом с команда не хватает фаник кого что там бьешь ты же в соло с энчатрис не справишься фаник как тебя тут не хватало падают team spirit fly сейчас тоже будет умирать торнадо это минус 3 фаник ну как у какая энчатрис ну ты чего кто ставит хрона на соло на энчатрис жесть что происходит что это за трахи такие прям иногда удивляешься что награжден как будто он определён что команда исправится без него и на что там был расчет там тем временем участвует он флэнчера появится уже мкб буквально остается 50 копеек для него внизу с пушу линию инвокер и новом бегу с волки готов к сей говоря они сейчас если сыграет от минус заходит на хай граут находит файк не попадает орнадо но просто начинается пуш линия против кейшн еще у вас перед разводит добавить и конечно то столь агрессивно зашли в экос-падрон глиф уже был про юзан фэнт под стрейфом расстреливает очень быстро это минус страна отвечать и ксфадрон отвечает одна девушка трага размеров у них нету центра не забрали боковую линию куда воспользовались тем что проиграли тракутим спирита моментально среагировали то переворот на перевороте что не драка то удивление изумление ну ладно посмотрим дальше каблак но вот кстати грамотно сделал что не стал к ним себя фармить ведь мы тоже после момент вспомнил что там все-таки энчатрис есть он того не стоит пособирал себе кучу других артефактов купил себе сэндж в итоге форстаф нарисовался пин пустер лежит пытался исправить по своим это пилдом довольно забавно было смотреть когда у нее был поинт пустера горклаб став все сразу собирают вообще такая вина получается очень крутая там почти два кхп но самое главное габлак здесь отыгрывать просто шикарно уровне каждое лосо сразу контрит свапа мгновенный самый интересный маг даже продолжает по-прежнему то есть он верит что не успеет венга среагировать либо же где-то далеко венга не получается с вас у как-то инициировать типа да то а с другой стороны тут уже не можешь просто как-то взять и влететь и вингу поймать ну ну да такой но суппорт в особо важнейший ультимой ты живой инициатор это плохой тон но если цепляешь кого-то другого габлак конечно здесь стоит и контролирует так ну что ж смотрим чтобы дальше происходить соло уже неплохо раздается видим что у него драгон лэнса гоним будет формить дальше это герой который в приоритете и впоследствии станет лейтовым персонажем будет жестко поясить на уровне с клинксом в том числе так фаник решил на скот отвалиться лучше немножечко нами перезайти чтоб таймлоки проклят он в том моменте отпустил ноуана сейчас у него по-любому должно все работать нормально нам кстати догоним его еще 2000 не хватает все таки раз вверх с кд-60 здесь бы неплохо смотрелись бы там герокоптер с сатаником вот эта грязь жестко да ну конечно статовый очень этот герокоптер с другой стороны мы видели что если вдруг бкб уже закончилась или подставляется под строев клинкс и вот так разматывает жестко что прям страшно смотреть тут нужно прям идеально зайти в жесткий тайминг в рядом с хроносферой весла спойта чтобы тасс профит танковала потому что она может это делать и вносить свой урон под флэком так конечно ну тут конечно зависит от того кто будет инициировать и как будет инициировать потому что если по-прежнему будем видеть хроносферы в антрес то у тебя спирит будет шансов маловато так ладно фаник у нас должен сейчас вернуться продолжим смотреть пока мы видим какие артефакты присутствуют у игроков тот самый актерин корр появился у айсберга дефолт на такой этом билд для медовой диспрофит все вроде бы что нужно имеется и танчить может и если что пошел фокус на нее тут же фьюл себя поднимает и выхиливается жестко впоследствии появится может быть еще какой-то рефреш будет вообще сумасшедшая дп ну вот у веги батрайдер приобретаете бкбшечку на уланс хексом 2000 у него на руках так что там инициация также увеличивается будь здоров самое интересное что здесь правильное решение не очень крутую самое главное приобретают дизраптор point booster и он тоже будет выходить в аганим а уж и его то аганим здесь может зарешать игру вне всякого сомнения да тут конечно внезапно накрыть айсберга или дано там своим static storm не дать ему чего нажать было бы круто вот вот реально всем за слэр на героя пятой позиции может заготовить фактически керри основного героя теперь даже керри и мидера только уже не раз были такие игры когда дизраптора и вот с аганимом своими ультимейтами решали исход игры впоследствии тут конечно что что еще на фармить с раптор еще нужно много денег хотя все мы осмотрю у него этом билд хороший фейл форстов вообще деньги вперед против над force только второй снизу с на 9 сверху артефактов много жутко так быстренько каблаков с воровал есть нажимается смог этот вар скорее смог не видел и нашел наконец-то вегасами вегасами пошли на росана впервые на 39 минут просто очень быстро нам по дизу альма лак ратиф забирает бон флэчер аегис ну что будут ли драться спириты хрона пошло по двоим тайм делаешь и туда же фаник пытается нарезать ноу ванна слишком далеко его тиммейты залетает или дан колдаун дальше флэка нужно расстрелить противника правда клинк спаги по него есть аегис не забываем ноу ванн провязал сыр бкб и тут же ушел что дальше делать и фан возвращается или дан уже без бкб мажет прокастом ноу ванн не попадает по герокоптеру свапы какие-то ноу ванна пытаются подцепить гем валяется он в анвизе айсбер подходит соло зацепили соло по нужно как-то уйти стики юзайд соло жив пока но вегас квадрон тут очень много героев потеряли остался живой кликс и энчатрис да и здесь все таки тем спирит драку выигрывает что снова этот герокоптер который смог раскастоваться отличные флэки куча дэмэджа по всем кликса очень быстро первую жизнь его сняли и у нас опять таки ровный счет 22 22 тем спирит идут на т4 но они здесь и тут за байбеками разумеется байбек есть его дизраптора инвокера но т4 это падает прижимается фортификация придется придется возвращаться в игру не заработать появится но без инвокера так века проиграет карту ну да тут надо ждать патрайдер еще патрайдер лосо в откате появится он появится и лосо 4 падают реально в трон пошли тим спирит успеет ли вопрос большой соло получается там получает проказ соло колдау на него же соло очень быстро сдувает байбек моментальный инвокер тоже здесь и фон пытается третать его литана лассо пошло литана свапает каблак опять-таки отличный сейф но импе тут слишком много там же носит или там падает наверно справляется каблак тоже уходит туда же айсберг пытается уйти у него есть бкб бкб заканчивается ставится айс фол ну тут же конечно дар страйк ну и хороший барьер в итоге не отпускают трех героев это было очень самонадеянно тим спирта было очень нагло очень дерзко но при этом очень красиво однако неэффективно не результативно байбек конечно вега сквадрон потратили однако купили важнейших гор героев там было два байбека байбек от инвокера байбек от энчантра заберут разумеется сейчас вега сквадрон вышку на центральной линии дрампы конечно могут что-то три покоцать и там к тому времени и гирокоптер с дп должна появиться ну кстати у них тоже есть но ван сексон секс крипа вместо фаник момент был бы неплохой на самом деле ситуация такая что сейчас вега с водом будут провоцировать байбеке этим спирит вот заставить нужно от заставлять делать байбеке и разворачиваться уходить и фан еще и дабл дэмош подобрал слишком шикарная для него ровно по всем своим видом нужно показывать что вы сейчас будете делать меда крипов чтобы поверили в этим спирит и сделали байбеке а по это первый этап и уже делает и теперь можно дать и а пока тп в принципе предостаточно нам скорую семей появится уже тот самый аганим буквально 500 вот еще недавно смотришь да у нее было поинт-бустер 1000 в руках уже остается буквально 500 монет там уже будет 16 левую дизраптора такое гирокоптер 2 700 руках у лидан 21 левел тяжело ему конечно без всякого сомнения контроля здесь очень много хотя казалось бы у него есть бкбр да правда 5 секунд есть монта но не хватает нужно нужно хорошая инициация разумеется в первую очередь а то же самое вайда вот интересная игра от фаник он не стал собирать аганим с которым взял себе boots of travel но понятное дело игра растягивается 41 минута нет боковой линии этим спирит и соперника отсутствует центр но но специально покупал чтобы прилететь мид и когда его четвером тиммейты шли в трон он тут же прилететь хотел и помочь купил себе так мак опять может смотреть свапают мак блинк бкб бежать бежать форстаф есть маг форстаф есть как же он разводит противник это кошмар какой-то за километр был так фаник пошел хрона всем а всем и можно продать всем и можно продать этот суппорт но вам продавать не хочет решил воскосноваться айсберг пкб прожимает все монофор ставок все еще живет поставить ли статик статик ставит на или дано попадает падая часть от айсберка но вам помочь и сразу так и смог то расстрелить и фэнс лоук раунда фаник большие проблемы фаник живет считай волка послалю тебе львиную долю здоровья и разбегаются ну да все же саптера пришлось продать на самим нужно отступать этим спирит также будут отступать потому что верхняя линия пушится попытка была неплохая тим спирит вот так вот с на сколько что называется противника под ловить через хрону быстро разобрать устроить конвейер ну под этот конвер вега не в стране не стреляли не встали все обошлось на приходите в спирит разумеется отходить на базу отсутствие верхней линии активно сказывается здесь уже и внешних зданий никаких не осталось падает туалет и все у нас и я так понимаю игра медленно верно идет уже к пятому рошану но тем временем инвокер бегает густ волки разумеется здесь соляного может много грязи всяко наворотить у него из hex 23 лэву все хорошо но она 71 12 пока с таким к дойдет мидер команды видит squadron шикарно отыгрывает вторую карту подряд напомним его паков с первой карты гейммейкер ну и здесь он тоже конечно речо десант вообще ситуация такая что если кто-то допускает ошибку я про тех героев которые не имеют байбеков там например условно инвокер или тест профит тут тут же игра может сразу закончится один или там понятное дело не выстоит то есть ему нужно будет поддержка нужно будет помощь виде второго кора так что вы хотите конечно опасно хочется вот так вот под инвизом кого-то быстро пускать и убить но вам бегает и фэн бегает но тем спирит стоят в позиции возле своего трона активно его охраняет надо будет рано или поздно вылезти что противник то фармит соло купился вообще мам в плане нанесения дэмэджи теперь кишнике вопросов не остается мы видели что происходит даже с тем же эллиданом если бетусы пропадает так бегают бегают опять пищем лесам опять маг маг где-то там инвиз нашел и вот вард ставится сейчас можно увидеть противника можно увидеть вот он будет маг готов ли на войда готов ли на войда маг он-то готов но вот уже ускакал потом не получится мак идет дальше вот видно или дано может быть или дальнейший поймать торнадо пошло там будет винга со свапом маг это понимает и не вырывается очень опасная ситуация в каждый момент может случиться последняя так здесь вегина на прям как-то синхроны инициировать и вырывается батрайдеры сразу как-то чтобы инвокер ворвался дал хекс прямо тогда время и дизратор накрыл сами статьи к штормам возможно сделать это будет очень легко как-то говоря дизратор может быть даже есть смысл какой-то блинк дагер прикупить хотя у то 8 мы видим и есть for 100 уже вполне неплохо ну и там немножко совсем стоит саппорт команды и сквадрон до 16 левела буквально там один стак забрать и все не будет хорошо опас полетили схватили габлака габлак загулял но почему твоя команда вот стоит на базе а ты где-то ходишь габлак то без байбека да возможно отсутствие венги не спровоцирует вега сквадрон пойти в атаку хотя кто его знает лишний раз подпушить линию и поломать т3 можно почему бы нет ну как бы да то есть для чего здесь нужна была в энджи пулспир для того чтобы свапать случай инициации от мага но как бы лосо у него теперь нет естественно и венки нет поэтому плюс на минус дает и чего-то так и происходит но не знаю может попробовать численным большинством пойти века сквадром однако мы видим что далековато находится новом нужно будет добежать все сферы прокачивая максимум поэтому ее и хрона по двоим хорош от фаник изюжили да накрывает стадик штормом сема прекрасно выиграть зрелистных тиммейт мага лоха пэшный убить его убить его нужно убивать и фан лоха пэта и фан убили метеорит рассказ неплохо по элитану залетать метеорит полностью наносит ему дэбэдж или там импетус еще удар или там умирает такие ладно соло от из профит страдает залетает флай просто налево направо своим ролик болтером 2 3 пока у нас получается все мы сейчас будут тоже доставать фаник time delay шанси он мне отпустит нован пытается как-то помочь все в откате надо хоть какую-то способность поражать нет ничего здесь не прожмешь и в итоге вы нужно отступать ну что ж драку team spirit таки выиграли все же получилось очень очень неудачно подставился fn каким-то образом он оказался прямо в центре этой драки прямо в гуще событий пытался уйти в инвизии пока он убегал его расстреляли в спину конечно же позиционку и мог получше занимать чтобы дэмэдж внести носить да не просто все очень даже не просто поймали team spirit очень здорово это сделали на нижней линии но правда вот ничего в ответ они не получатся это то есть противник это убили продолжение никакого то есть внешне товара не забрать строк не сломать ну да и даже сама сама игра проходит по-прежнему в том же самом ключе spirit на своей плане карты причем глубоко возле базы но вега сейчас реснуться и опять пойдут в атаку я вот смотрю на графике у нас за 40 уже почти 50 минут никто по над ворсу в общей командном зачете разумеется не перевалил даже за отметку 7500 то есть чуть-чуть вырываются одни сразу задают преимущество вырывать уже перед другие но и лишний раз счет тому подтверждение 27 28 с другой стороны вот по экспириенсу было преимущество убеги почти там они уже до десятки добрались но также отдают и график стремятся к нулю на все верно с первенным успехом драки проводят так бывает опять смог какой-то видимо решили поражать это в преддверии появления следующего раша на судя по всему да вот где у нас будет спадка вот где будет драка драка насмерть кристаллиц приобретает сулитан тем временем хочет больше демиджа не рискнул покупать себе рапиру все-таки ситуация пока не такая что нужна прямо терапира и без нее никак доедался каким-то все-таки будет урон набирать интересное решение там теперь им появился рашан и смогу бы трагера но и надо надо разумеется здесь и тело так так смог приобретать флай все-таки посмотрим кто сильнее наш пить или даже будет замес в лесу нет просто спириты заходят и бегает до бегу просто чекает со страхом по ходу дела водой хотя он перетягивается не соло подходит все мамак разбивает смог а успеет ли успеет ли хотя рашан так быстро бывает эллидантом паши просто стоит мак залетает мак видит флая но мак залетел дальше залега на пытается отнести другую сторону каблак свапать сам остается на хайграунд ставится тем временем хроносфера по много людей ставится хроносферой поважно пану вану пасем заслета демиджа нет вот сейчас тут подходит или дан колдаун под бкб кого будут расстрелять от него просто убегают разные стороны айсберга неплохо накрутил здесь и фэн продолжать дальше каблака раскручиваете каблака тоже убивает 21 бк размен подцепили или да она без бкб что будешь делать или там подкл снайпер подставляться удары слишком жесткие для тебя или там разворачивается и погибает просто какой спейс создал мак он стянул на себя флай стянули себя фаника они просто гоняли все это время пока шел замес за батрайдером ну и соответственно забирает уже какой у нас пятый или шестой ровшан для себя века с квадром главное трон не потерять сейчас потому что крипы там активно заходит нужно степешиваться опять не получается этим спирит как-то красиво сыграть своими ауе ультимейтами своими ауе прокастами потому что вот ставятся хроносферы хроносферы казалось бы хорошая хроносфера казалось бы потому что просто урон влить а в это время гирокоптер другой части драки и как-то и фаник вроде оказался не к месту или давно раскатили после бкб знаешь обычно вот так такой момент решается приобретением блинк дагеров то есть у байда есть блинк даггер и таймболк соответственно он очень быстро передвигается по карте и то же самое нужно собрать тиммейтом банально занять лучшую позицию ну просто сократить дистанцию но с другой стороны куда ты здесь уже всунешь этот блинк даггер гирокоптер у него просто слотов нет поэтому такая двоякая ситуация получается ну да тут опять же как наверно все-таки стоит под гирокоптера подстраивается не так из разряда того что например фаник увидел ага два героя рядом я пойду хромосферу поставлю а из разряда гирокоптера так она и выходит да 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 вот я говорю а из разряд такого что гирокоптер ты где а ты здесь да ну я к тебе сейчас подойду к тебе если кто-то подойдет я начнут расстрелять я хромосферу поставлю мы всех убьем ну как то вот так конечно это все тяжелее сделать когда замес начинается понятное дело начинается эта суматоха но пока вот то что делать им спирит это не особо работает замесе 5 на 5 ну и мы видим конечно что все таки как-то вас один физ дпс это немного не хватает потому что здесь у веки сквадрон помимо того что клинкс энчантрис довольно неплохо наваливают серьезный урон с руки плюс ко всему еще и ну ван к ним присоединяется потому что он тоже может нарезать и а здесь там один элитан если ли давно вырубить то все урон носить особенно улана 8000 на руках разумеется пока он в россии ничего не будет у нее есть еще аегис но я так понимаю кунти рефреш или же себе актарин возьмет зайдет очень круто болт флэчер с дэйдаусом есть сыр уф на 2 500 вп в принципе но мы видели если здесь был флэчер они берут в контроль то там и фн наваливает очень нормально причем вообще даже не обращать внимание на гирокоптере как это было в прошлом моменте ну что ж под зажались немного team spirit и понятно почему потому что одна неловкая смерть и все можно и без игры остаться при старой карты смог прожимать решили выйти кого-то подловить вижна у них нет они идут вслепую знает что блокер не жили не только-только подпушек пытается него напасть первый идет конечно же фаникому зацепить проще всего и фн пробегать и мы хекс на развороте фаник нужно спасти хоть как-то свапают его габлак фаник нужно ставить хроносфер у тебя лоху пэну поставь крона пожалуйста залетает ассалет прям прям в статик и фэн в это время расстрелял противника колд снэпы или там под бкб но пытается хоть кого-то убить соло встречают ну хотя бы соло заберите да соло забирает байбэка это фаник фн должен отойти там но ван разбирается в соло с флаем флай неплохо выиграл время для своей команды в итоге он разменивает себя воегис инвокера и лассо пошло или дано снова подтягивают фаник помочь может у него есть хроносфера но пока не знает куда ее поставить ставит хроносцепляет фэна айсберг здесь в фэна вгрызаются и фэна большие проблемы и фэн должен погибать да и нужно теперь вегас фатрон сваливать остались они без главного дпс-ра убегать 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 областовывается здесь но ван у него есть блинка всегда уйдет помогает уйти также соло макс здесь провоцирует соперника слушай подцепил элитана у эти мы тут уже разбежались элитан элитан может стрелять осталось здесь энчандрис нужна помощь попытаются ли не отпустить на предел попал последняя ракета на соло и разумеется он замедленный на всякий случай даже лидан прожил бкб ручку чтобы уж точно наверх они не зацепили мало лисом дизрафтер рядом но и уходит это сумасшедшая драка получилось чуть по моему получше все-таки для team spirit из того что клинкс погиб а герокоптер выжил по итогу но при этом инвокеру забрать это не удалось ну и байбэк от фаника безусловно тоже конечно был все же его хроносфера в пас во втором уже каком его заходят на помогла у пить и фэн это очень важно было хрона была качественная но в первый раз формался крайне удачно прям салинс так конечно у нас по-прежнему счет вравниваться 32 31 по 8 и вообще никакого такого отставания не было непосредственно краски из сравнивать с первой игрой на 2 катка прям ноздрям ноздрю азов кирас приобретает нас что у нас там по инвокер инвокер было 8к на руках берет себе нован просто рефрешер грамотный выбор вне всякого сомнения да очень много кастов конечно выдает нован раскастовывать и тиммейтов сейв еще кого-то уничтожить пытается с рефрешером это можно делать будет намного лучше кирас поможет что ну по-первых побольше брони все-таки это добавляет резистов из урону не так больно будут пробивать эти вот жесткие персонажи как клинкс и так далее может быть поможет всяком случае плотнее дэс профит стало это точно это факт ну конечно же дополнительный баф для своей команды лишними не будут здесь для веги сквадрон уже есть смысл собираться не чем раз потому что был флетчер на что он себя может выжить разве что пт продать купить travel тапки там какой-то муншард съесть но опять-таки такой инвокер тоже уже больше ничего не соберешь ну там курьера возить с собой но опять такое все-таки у энчан трасс еще полно слотов и здесь ее соло все таки немало урона впиливает это тоже нужно понимать на нем тоже нклт мкб не хватает все же помогать киркоптер быстро развалить но другой стороны с хп мы видели тоже проблемы с обрезается когда дэс профит с перед сифоном и быстро съедают супер опасный ставит варды всем за слоя но варта качестве на самом деле такой которого сложно брать при этом какой-то какой-то vision дает на то есть не очень большой вижу но не стандартный тем более там и есть гемовая да посмотри какие варды наставили тим спирит предыдущей драки да 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 я обратил внимание операции это операция фэн операция фэн реально четыре сэндрикой один об сервер шикарно ну в эту часть наверное стоит не стоит все таки вега сквадрон следующий пойдет принимать потому что иного она тоже будет видно довольно конечно интересно это выглядит да конечно состояние непростое причем обе команды не знаю точно сильнее ли они данный момент или нет точно не могут знать о состоянии артефактов противника его байбэка хватает ли денег или нет и все сводится к тому что пока вы не уверены в том что вы играете замес 50 вы будете ждать появление рошана и при этом конечно же фармить 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 еще действительно есть кому и к чему стремится в плане этом билда поэтому все ждут ну и конечно же периодически хочется видеть какие-то смоги или просто каблак пробежался вот так ставит еще один автит мак максик видит мак реакцию мак хороший прикладер на сам не поверил что-то ужасно получил потерю fly рассказ ведь арит получает fly будет лежит fly должен пережить рассказ еще камень на развороте всем и делает the bout торнадо на блинкующегося фаника и надо уходить ситуация конечно очень интересная батрайдер тут он среагировал это факт он нажал кнопки понажал их как-то не очень классно к эту плитку не получился топите временем проблему или данный лидан бакоборщика заканчивается здесь уже рядом fn есть я тихо сфера от фаника зацепили фаник должен был ставить хрону на фэн а не на инвокера что у нас происходит что творят эти хардлайнеры закрыл только своего тиммейта и продал его потом конечно надеяться думал или там прости меня бро я спасу я сейчас башить буду и фэна из баши не выпущу а баш сработал всего лишь единожды это действительно не помогло и в итоге просто внезапно из ничего сделали момент вега с квадрон подловили лидана и отправили в таверну еще было бы конечно круто развести на байпэк но это было бы слишком круто кстати а можно сейчас попробовать там трансфер на кулдауне 50 секунд нет и гиро внешних товаров нет а почему бы не попробовать зайти на хг да хотя бы все виды показать составить или там сделать байпэк это же круто будет очень круто всерьез серьезнейший пустынис раптор с паря судя по всему решил покупать себе линзу вот так вот он будет теперь с большей дистанции выдавать свои касты тоже не лишено смысла том числе 5 400 много денег и фэн и пока ни во что их не инвестирует снизу голые параки может быть в крысу и зайти и фэн поломать парак возможно бояться вега с квадрон что там у вайта есть аганим и соответственно хрона уже откатилась и под этой хроны будет байбэк гирокоптера поэтому так очень неуверенно заходит на хг но там кстати до аганима буквально остается 500 монет фанеку маг на файр флая но все-таки рискован уже час игры позади и здесь кто первый инициирует огромные шансы на успех замесе имеет на все верно ну да не удалось таки элитана развести на байбэк тем паче для тем спирит все в порядке байбэк у элитана останется да и даус он себе собрал но в принципе тоже есть к чему стремиться какой-то мундшарт можно себе приобрести где-то впоследствии может быть эмант оставил будет не самым актуальным артефактом можно будет его на что-то поменять остальное вроде как-то все нужно ну и конечно же пара и правило нужно будет приобрести после этого будет уже пик рашан появляется причем в тот самый красима здесь рожпите находился очень хороший тайминг словил нет вижу на здесь у тим спирит вообще ничего не знает ничего не видит и есть возможность у вегас квадрон очень быстро забрать себе этот самый сыра и диск секс приобретает себе clings ну кстати говорят да то есть знаю что или давно там 5 секундная пкп вот опять 5 секунд пока бы это учитывая за три секса у веги там же опер да у нас с рефрешером это очень круто там а сало на нечан раз 500 монет остаются ему до мкб вот это будет большие проблемы у гирокоптера потому что она у гирокоптера мало на него нужно какие-то линьки вешать я не знаю лотус и Потому что если Иллидан не успевает ничего прожать Его забревают очень быстро И не успевают, кстати, им сперед Они еще под Вардом пробежались Их прекрасно видно Тут Солон начинает наваливать просто по Иллидану Кирпич не долетел Монт оставил, завязал Иллидан А Егис достается еще и клинксу Тут он слоты все находит Хиксип покупает себе еще для Егиса А, он сапок выкинул, да? Где сапок? Да, травола Травола у Семы ФНовские ФН будет так бегать Он под инвизом, у него моспит 431 В принципе, может себе позволить Его главная задача занять нормальную позицию Чтобы не попасть в фрона И просто как пушка расстреливать Семь, в чем с нами, ФН исправляется Сыра они забрали в Курьера Хотя нет, нет Энчандрос забрала Да, да, да Забежала туда и быстренько себя взяла Так, ну тем спирит опять-таки ситуация сейчас не очень-то и выгодная Может быть мы в этой карте вообще какой-нибудь размен тронами увидим А, это же было бы классно Например, пойду сейчас вега пушить Ну, это было бы вполне логично, да Имея XSR По нижней линии, где голые параки А тут мастп, тимспирит в мид и сразу в трон Вот такой развязки я бы посмотрел На топе что-то у нас происходит? Ничего не происходит Просто такой байтный эллидан идет Всем составом его поддерживают У нас вообще вот вся вторая карта проходит в таком формате Даже когда у тимспирит есть преимущество, они все же зажаты на сайт плане карты Вот один раз они вышли в атаку Пропушили аж до самого там Т4 и все На этом, собственно, они больше своей рампой вообще никуда не выходили Но тем не менее, они пока еще держатся Ну как держатся? Они будут здоровы Да конечно, одна драка, пять в ноле, все, они победили То есть, причем равные шансы Мы видели, как эти драки проходят с переменным успехом То одна команда выигрывает, то другая Все, опять же, зависит от того, какие хроны будут поставлены Кого мак иницирует своим лосо Где будет находиться и фэн, встрянет хроносферу Не встрянет хроносферу И так далее, так далее Слишком много переменных И вот предугадать, кто же выиграет файт, вообще невозможно Но одно я знаю точно Что если вдруг все совсем станет плохо у тимспирит Например, там, лишаться второй стороны То Эллидану надо будет покупать рапиру И тогда игра станет намного интереснее Там флай, там флай, наверное, на нижнем не ошибается И бежал, конечно, верт Спирит Как-то поставить центри и поставил лапсервер Но наказывает его, он без байбека 60 секунд Ну и у Веги сейчас вполне неплохой шанс Ну да Спирит, конечно, это не тот герой, который им очень сильно мешал Но действительно, пять на четыре можно и попробовать Все-таки численное большинство Плюс незабываемый сыроидис Тоже очень важно Но можно аккуратно сплитом, в принципе, зайти Да, мы же две стороны одновременно можем ломать Клинк сейчас может зайти аккуратно, там, Тир-3 снести под стрейфом А лучше наоборот Тут команда давила мид, а ты сломал, например, вниз А он пошел вообще Ты посмотри, что он делает Ты посмотри, что делает Эфон будет сносить трон Будут провоцироваться драка Неважно, что снизу происходит Ребята, Эфон ломает трон Есть глиф, ребята, Дим Спирит Прожимают глиф Хорошо, теперь нужно оттуда Эфон убрать Эльдан разворачивается Он понимает, что нужно прогнать Эфон наглый Айсвол ставится, лоу хп, но ван Но ван уходит Боже, какой-какой момент Вега Сквадрон Вот это проэкспериментировали Ого, вот это да Мне вообще казалось, что Эфон все-таки будет в спину Заходи, возможно, оно и профитнее Понятное дело, что трон просто так не отдадут Но тем не менее, конечно Я говорю, если бы немного завтыкали За Аркадил За Аркадил, действительно Если бы немного завтыкали в Тим Спирит Если бы прям драка такая жесткая была Там Тим Спирит все прожимали Им был бы просто не до того, что происходит От Клинкса А сейчас, на самом деле, нет глифа И следующая такая попытка может быть вполне успешной Эфон может и поразить трон Ну, конечно, тут экспериментирует Вега Сквадрон Но заставляет пол волноваться Интересно Тим Спирит все-таки дали хороший бой Как ни крути Они смогли трон свой засейвить Первое, второе Выбили кем Убили патрайдера Тоже круто Развели ли на сырые аегисы? Нет, не развели Все это по-прежнему есть Аегисы сыр Хорошо, значит, еще смотрим 63-я минута подошла к концу Идет 64-я Еще 34-33 Графики показывают Незначительные преимущества Вега Сквадрон Но сейчас это не особо важно Важно, что есть в инвентарях Ну вот, наконец-то По поводу как раз-таки Айтем билдов Габлак принимает Просто шикарнейшее решение Наконец-то он приобретает Лотус Орб Там огромное количество Хексов От Веги Инмокер С рефрешем Также Хексу Бон Флетчера Изрубняется Лотус Здесь зайдет очень шикарно Ну и также Габлак вот во второй игре Отыгрывает просто на уровне Ого! Дивайн Элитант таки решился Все Преодолел психологический барьер При котором он думал Надо ли мне рапира Может быть я ее потеряю Сейчас он же понимает Что просто надо Давит противник И не хочется Вот так вот это все чувствовать на себе Хочется просто нажать Одну кнопку Флэг Выбрать любую цель И убить всех Вот такой расклад был бы шикарный Плюс ко всему Есть доедал Не забываем, конечно Дэмэдж многократно будет усилен Аганим Фаника Вроде был уже Не понятно Ладно, хорошо, Аганим Пусть будет Аганим Ну и... А теперь-то, кстати говоря Ребята из Вега Складрон Не знают По-моему, что Была куплена рапира Там засветился Совсем немножко Отдавал кулдаун Гирокоптера Если чекали Вега То должны были, конечно, увидеть Вот сейчас увидели У нас пошло линия Сейчас точно знает Аганим пропал Осталось только сыр Ну что, а теперь как-то Не хочется уже Идти против рапиры Драться Совсем не хочется Хочется отойти И еще пофармить Минут 15 Потому что Спирит играет Очень аккуратно Они до этого Играли очень аккуратно Так срапиры Они там вообще Возле Т4 Никуда не выходят Здесь Мак у нас На блинке И форс поставил Супер очевидный вард Разумеется Для такой минуты Его быстренько убирают Никакой халявы Тебе не будет Вынуждена все время Рассредотачивать Свои силы Тим Спирит На три фронта И мид отбивать Нижнюю ренью А так по чуть-чуть Крип заходит Один удар сделал Тавр немного просел Ренджевый барак Тоже Рано или поздно Это все дело сломается Где-то разок Завтыкают На одном из лейнов И Можно будет И бараков лишиться Ну и поддавливать Вега Сквадрон Давит даже не то Чтобы там Пример там Крипов Очень быстро сливают А морально давит То есть Вот Тим Спирит Стоят на своем Хайграунде И вылезти не могут И такое же Хладнокровие Нужно иметь Чтобы вот так На протяжении Стольких минут Стоять и отбиваться Раз за разом Пачку крипов Запачка крипов У Дэдпропит Есть Бэбэк У Гирокоптера Но опять-таки Если здесь Гирыч теряет Рапиру То будут Огроменные проблемы Все-таки решают Вега немножко Отступить Мак улетает На базу Наверное будут Дождаться следующего Рошана Так Еще интересно Почему ушел Бэтрайтер Если он все равно Возвращается Ну просто решил Думаю Дай-ка если летает Что там на фонтане По регению Ману Хотя у меня есть Сознам видимость Что это полезное Делаю Сделаю тот самый Спейс Который делал Не ну серьезно Он сейчас просто вернулся На базу И пришел Хоть какое-то развлечение А то все бегаешь 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 Никого не видишь Я вообще могу Внизу улетеврением Врыв на соус О под Меносом Хороший торнадо Тобана Прокаст Есть Метеор Фаник Фаник Фаника нужно быстро Разобреть Он под лотосом А там и Фен Ты посмотри Летана расстреливает Летан до хп Летан Фрустафа Ему спасает И Фен под БКБ Будет уходить Фаник погиб И Фен разворачивается Очень грамотное решение Очень грамотное решение Только добить барак Ребят, добейте барак Добейте барак Он пытается Растворить милишный Он развалил милишный Как же жестко Это опасно было сделано В итоге Минус два барака даже Рисковал Но вам очень сильно Но красиво было сыграно Вегасквадрон Фен остался до последнего Знал, что пока он будет жить Пока его будут убивать Тем сперед Его темейты смогут Снести сторону Ну что Хотят еще подраться С Семой есть проказ Ловят с Эфон И сразу ставится пауза Ну, лагает Не знаю Хотя, конечно, да Там, конечно, дизераптор Побежал очень странно Уж Неужели под байбэк Какой-то бонфлайкера Что бонник вернется На крипов И они пойдут в атаку Потому что там нету байбэку байда Нету байбэку в инге Ладно, смотрим Опасно Опасно, опасно Так, подняли Тут у нас сверхспирита Спирит Надо уходить Колснэп поймал Роллинг Болдер Теперь в откате Гост прожимает Есть еще форстав Лассо Нет, лассо нету Есть торнадо Просто пошли Флайп погибает Ну, вон, цепляет под хиксом айсберга Айсберг проблема Айсберг, а кто же его будет спасать Ильдана Он может спасти с рапиркой Да, его подуспугались, конечно Ну, и можно быстро поломать мид Антрон горит Вернули, вернули Дэс профит И нет возможности спастись Айсберг погибает Тут же байбэк Пытается льдан развалить соло Они все это делали без ФНФН Только сейчас делают байбэк Там Ильдана Ильдан под лассо Ильдан с рапирой У него нету мана У него есть сатаник Ильдан импеда Как же больно настреливать соло Он забирает гирокоптер И теряет Тим Спирит и теряет игру Байбэк делает Ильдан возвращается Без рапира уже будет Без рапира Айсберг падает Трон падает Готгейм был плейт Вега таки додавили своего оппонента Они были близкие Близкие были Тим Спирит Хорошо отбивались Вообще карта получилась такая Довольно напряженная Но Все же вега в ней оказались сильнее Ну, в итоге у нас Второй матч На сегодня заканчивается Также со счетом 2-0 Первый матч Напомню Выиграли Virtus.pro Без особого труда Преодолев Na'Vi Вышли в финал Винеров Ну и здесь Во втором полуфинале Выигрывают Вега Сквадрон С счетом 2-0 В итоге Что мы получаем Мы получаем с вами На ESL One Франк Квалификации То, что в финале Винеров У нас будут играть Virtus.pro Против Ребят из Вега Сквадрон Ну а флузера Упали сегодня Тим Спирит и Na'Vi В лузерах еще там Огромное количество матчей Будут они сыграны В ближайшие дни Завтра По-моему Ты будешь комментировать Саша Да-да-да Именно Да, ты будешь комментировать Вот А я завтра буду Вроде на Ой, я завтра буду Вон скоро комментировать Шикарно Ладно Это все будет завтра На сегодня вроде как Все у нас там Параллельно тоже Все матчи закончились Поэтому Желаем вам Спокойной ночи Начало недели Было хорошее В дота плане Было довольно много Интересных матчей Есть еще что добавить Напоследок Конечно, друзья Любите доту Играйте В доту Но не забывайте Что дота Это всего лишь игра Вот В таком хорошем тоне Позитивном Будем заканчивать трансляцию Спасибо, что смотрели Дорогие друзья Подписывайтесь В соцсети И совсем скоро услышимся Пока-пока